Привет, меня зовут Анна Мангайт, это программа «Главная». Сегодня главный в главном Сергей Пархоменко, журналист. Мы будем подводить его личные итоги за эту неделю, что важно показалось ему. Расскажите, пожалуйста, какой для вас была эта неделя, что вы посчитали самым главным и почему выбрали именно эти события? Вот в это странное время, когда вроде бы новостей очень много, но с другой стороны все время присутствует война и очень трудно выделить что-то кроме войны или что-то даже на этой войне, потому что все равно горит именно в этом месте. У меня на этой неделе было как-то кое-что личное. К сожалению, такого личного много в последнее время. Я слежу за тремя судебными, точнее не так, за двумя судебными процессами и одним последствием судебного процесса. Ну, одна история, это история Алексея Навального, который попал в это самое ШИЗО, попал. Все-таки русский язык богат безличными конструкциями как-то. Его занесло в ШИЗО. Нет-нет, его палачи засунули в пыточную камеру, кажется, в восьмой раз. Фактически он там находится постоянно, фактически он, собственно, проводит свой срок не просто в одиночке, а вот в этом таком буквально смысле каменном мешке в пыточных условиях. Сколько это будет продолжаться, непонятно. Срок у него большой, шансы, что он проведет весь этот срок в этом мешке. В общем, совсем не призрачные. И это такая работа на износ. Вот что кончится первым? Жестокость его тюремщиков и палачей или физические ресурсы его организма, который просто в какой-то момент, как всякий другой человеческий организм, может сказать, я больше не могу. И тогда, я не знаю, что будет происходить, он не сможет сидеть или стоять. Мы видели такие случаи. И как-то нам в школе рассказывали про там Шлиссельмурскую крепость и каких-то врагов царизма, которые проводили свою жизнь вот среди этих, в этих подвалах, сочащихся по стенкам водой, или там, не знаю, в романе «Граф Монте-Кристо». Мы читали про то, как это бывает. А теперь вот мы видим реального живого человека в 21 веке, с которым вот это вот выделывают. И ну вот ничего не могу про это сказать, кроме грунтой фразы, что мир должен с этим что-то сделать. Но мы же знаем, что миру сейчас не до этого. Что миру сейчас не до Навального. Не до этого. Это же часть того, до чего мир. Это же часть войны. Это часть режима, который устроил эту войну. Это совершенно неотъемлемый элемент того, что происходит на Украине. Потому что на Украине происходит война потому, что этот режим вот так обошелся с людьми в России, с их правами, с законом, с правосудием. Вот в результате этого всего стало можно воевать в Украине этому режиму. И наоборот. То, что происходит в России, происходит потому, что происходит война. Тут вы правы. Это совершенно неразрывные, неразъемлемые части одного. Надо как-то так это воспринимать. Вот. А две другие истории. Это суд над Яшиным, который вот-вот превратится в приговоры. Судя по всему, опять какой-то свирепый приговор. Суд, который, ну, в лучшей традиции русских политических судов превращается в обвинительный процесс над этим самодержавием, потому что там вся, так сказать, лживая, бессовестная, беззаконная, бесчеловечная сущность обвинения и обвинителей вылезает на поверхность. И параллельно есть еще один суд, который как-то спрятался за судом Яшина, но для меня он тоже важен. Это Кетти Храидзе. Муниципальные депутаты, совершенно отважная женщина. Мы просто дружим много лет. Мы соседи по подъезду буквально. Вот тот случай, когда там за солью и спичками, так сказать, много лет ходили друг к другу. Вот. А теперь я смотрю, что с ней происходит. Она почти два года сидит под домашним арестом, буквально не выходя на улицу. Она умудрилась выиграть выборы, не выходя из домашнего ареста. Это абсолютно фантастическая история, конечно. То, как она выиграла выборы в Тверском районе. Как это вообще получилось? Я не понимаю, как они это допустят? Ну, вот так. Ну, знаете, первую половину жизни вы работаете на вашу репутацию, а второй половина жизни репутации работает на вас. Ну, у нее такая репутация, что она все снесла на своем пути. Даже и домашний арест. Как-то ей совсем не пришлось как-то осуществлять никакой агитации. Потому что что там агитируют? Все и так знают, кто это и зачем она и так далее. Но это не помешало вот этому новому муниципалитету просто выкинуть ее. Несмотря на то, что, ну, это такая демонстративный был шаг. Выиграла, не выиграла, депутат, депутат, нет тебя. Они ее выключили из, как бы, из заседаний. Поскольку она физически не может прийти. Нет, конечно, никаких проблем организовать ее присутствие виртуально. Но они сказали, мы не будем виртуально ее выслушивать. И голосовать она не будет. И документы мы не будем ей посылать. И вообще она никак не будет принимать участие в работе нашего муниципального органа. Ее нет. Выиграла выбор. Нам плевать на то, что она выиграла выбор. И все. Вот. А сейчас происходит ее судебный процесс. И проблема заключается в том, что в Москве есть такое здание, где два суда, они находятся в одном помещении. Тверской и второй, мне кажется, из Москворецки. Ну, в общем, два районных суда. Они в одном здании, на одном этаже и на другом этаже. И одни и те же адвокаты в этих двух процессах, у Яшина и у Хараидзе, в частности, Михаил Бирюков. И вот, как бы, эти два процесса, они заплелись между собой. Адвокаты мечутся между этажами для того, чтобы успеть на допрос одного и на допрос другого, на одного свидетеля и на другого свидетеля. Два судьи, например, Хараидзе судит знаменитый судья Криворучка, про которого мы как-то много чего помним. Два судьи как-то и разыгрывают этот спектакль вдвоем и измываются над ними как-то в два голоса. Вот. В общем, это такой действительно совершенно поразительный спектакль судебного лицемерия, разворачивающийся на двух сценах одновременно. Это почти никто не видит. Действительно, всем не до этого. Все куда-то улетело, внимание отключено, глаза повернуты в другую сторону. А между тем это происходит, и решается судьба этих людей. Одному грозит там до 15 лет, а Хараидзе грозит, ну, тоже годы. Годы. При том, что она абсолютно не виновата, это абсолютно сфальсифицированное обвинение, это совершенно очевидно всем. Я читал ее следственное дело, там нет абсолютно ничего. Там есть один конкретный человек, который заключил сделку со следствием, один. И он уже сидит. И он сказал, я взял взятку, признаюсь, но я ее взял для нее. Я для нее взял взятку. И следствие и суд посчитали это достаточным для обвинения. Что вот есть человек, сидящий в тюрьме, который говорит, я взял взятку, но не себе, а ей. Больше нет ничего. Вот за это ей грозят годы тюрьмы, потому что она всем надоела. Потому что ровно так же, как ее репутация среди живых людей абсолютно прекрасна, ровно так же ее репутация среди мошенников, коррупционеров, хлуев и разнообразных, так сказать, слуг этого режима ужасна. Потому что, ну, она фурия, что называется. Она их всех много лет мучила, требуя, чтобы они работали открыто, чтобы они отчитывались в своих действиях, чтобы они следовали закону, чтобы они не прятали свое жульничество и так далее. И в этом смысле ее репутация чудовищна. Вот теперь эта репутация с одной стороны ее спасает, с другой стороны, или там поддерживает, с другой стороны ее убивает. Вот. Для меня это три вещи, которые происходят как бы параллельно и одновременно. Они, ну, это как бы такие три градации. Вот один человек, которого просто уже убивают. Другой человек, которого собираются убивать, потому что Яшин, попадающий на, там, не знаю, 10, 12, 15 лет в тюрьме, оказывается в этом же положении, что и Навальный, и как бы идет по его, едет по его рельсам. И делает это сознательно. И как и Навальный делает это сознательно, и идет на... И Яшин делает сознательно. И Яшин делает сознательно. Идет, как и Навальный, то есть видя перед собой судьбу Навального, что делают с Навальным, и все равно на это идет. Это явно, это явно вот два поезда, которые едут, так сказать, по одним путям, один немножко с отставанием от друга. Вот. А третий человек, это, ну, человек, казалось бы, гораздо меньшего масштаба, муниципальный депутат там. Ну, вот это такая муниципальная политика. Но только наша жизнь зависит от этой муниципальной политики в каких-то ситуациях не меньше, чем от политики федеральной. Не говоря уже о том, что муниципалитет-то, Тверской район Москвы, это, собственно, то место русской политики. И это то место, на территории которого находится и Дума, и, я не знаю, мэрия, и Кремль, и все остальное находится, как известно, у нас в Тверском районе. Вот. Так что это символичная такая вещь. Вот. Вот эти три человека для меня, эти три истории, три подвига, три страдания, для меня сошлись совершенно в одно. И для меня эта неделя, это вот как-то их неделя. Но их объединяет два общих знаменателя. С одной стороны, мы уже почти уверены, чем закончатся все эти процессы. Это ситуации, на которые мы не можем повлиять, понимая честность этих людей. Никакое общественное влияние ни к чему сейчас привести не может. Это обреченные, фактически, судебные процессы. Да. Да, и есть, конечно, такое ощущение бессилия. И, ну, там есть всякие детали, есть совершенно героическая работа адвокатов. Кстати, во всех трех делах надо понимать, что те дела, которые идут в суде, там адвокаты сражаются в суде. Мы их знаем, там, Бирюков, Эйсман, в частности, Вадим Прохоров участвует в деле Яшина. А Навальный – это тоже совершенно героическая адвокатская работа, потому что это последняя ниточка, связывающая его с миром. И, ну, вот почему-то этот закон еще действует, хотя… Ну, уже на этой неделе ему запретили общаться с родственниками, перестали передавать письма близких и отменили свидание. Ему по-прежнему допускают адвокатов. Непонятно, я, откровенно говоря, не понимаю, почему это сохраняется. Я думаю, что ближайшие, ну, наверное, не знаю, недели, а может и дни это прекратится, и адвокатов тоже перестанут пускать. На вопрос «почему?» ответ «покачану», потому что не хотим пускать. Вот, но это так, адвокаты в эту его колонию ездят, сменяют друг друга каждый день для того, чтобы проводить с ним какое-то время, для того, чтобы готовиться к этим судам, для того, чтобы как-то пытаться поддерживать его в курсе происходящего. И, в частности, работы его собственных соратников, друзей, коллег, которые продолжают работать в фонде борьбы с коррупцией, продолжают делать расследования и раскрутили довольно мощную медийную историю. Как мы знаем, нет, целый такой, целый комплекс медиа разного рода, в которых они работают. И Навальный принимает в этом участие, и это происходит все в обстоятельствах, когда последовательно им осложняют просто сам этот процесс. То есть сначала их разгородили барьером, потом заткнули дырки в этом барьере для того, чтобы невозможно было передать никакую бумагу туда и обратно, потом заткнули маленькие дырочки в этом барьере для того, чтобы было хуже слышно, потом закрасили этот барьер краской или там залепили бумагой, я уже не помню, для того, чтобы еще и ничего не было видно и так далее. И это будет еще какое-то время происходить, а потом просто скажут, нет, все, больше мы вас не пустим. И тогда он, так сказать, погрузится в окончательную тьму. А что бывает, когда погружаются в окончательную тьму, мы видим в четвертой истории этой же недели. Это поезд, который едет еще немножко впереди Навальновского. Он едет впереди. Проехал немножко дальше. Это Колесникова. Колесникова. Начинаем, кстати, точно. Это абсолютно тот же, такой романтический, обреченный сюжет. Колесникова заехала немножко дальше Навальному. Она заехала уже туда. Опять же, это опять та же история. История сознательного служения, сознательного подвига. Но в ее случае это еще и приняло такую яркую символическую форму. Вы помните историю, когда она порвала свой паспорт в тот момент, когда ее пытались физически, буквально вытолкать, буквально ее вывезли и выталкивали через линию границы в спину. И в этот момент она порвала свой паспорт и сказала, что нет, вы не можете меня перевезти через границу. Это точная аналогия их вот этой вот развития сюжета. И теперь, значит, вот над ней сомкнулись эти темные воды, потому что там нет ничего, там уже нет ни адвоката, там буквально не допускают адвоката. И вот сейчас это пришло к тому, что их просто разрезали ножом, скальпелем. Мы не знаем, ну, есть какие-то там вроде смутные сведения о том, что кажется это язва или что-то такое, но факт остается такой. Значит, она была абсолютно одна. К ней не допускали никого, никто не знал, что с ней произошло. А потом она обнаружилась в больнице скорой помощи Гомельской области в разрезанном виде со словами, у нее случилась хирургическая патология, и поэтому она находится в реанимации. Вот и все, что мы знаем об этом. Мы не пытались из новостей эту хирургическую патологию вырезать. Думаю, это же какая-то оговорка, описка, там же должно быть какое-то объяснение, что это нормальным человеческим языком. А это какая-то хирургическая патология. Хрен знает, что это. Что вы ее разрезали? Что вы ей отрезали? В каких обстоятельствах? Наркоз был ли? Мы не знаем этого. Для меня это тоже очень личная история, потому что так совершенно случайно вышло, что буквально за, ну, может быть, за день до того, как она попала в руки в результате всех этих тюремщиков, и дальше вот все это стало разворачиваться, эта история с ее сначала там содержанием непонятно где, она же там сначала пропала, потерялась, не было не ясно, где она, потом выяснилось где она, потом была эта попытка ее вытолкать из страны, потом паспорт, потом она опять исчезла, потом суд, потом вот это. Ну, в общем, это уже была такая неразрывная такая цепочка событий. Вот буквально за день до этого я с ней разговаривал, потому что меня, мои там американские коллеги, с которыми я сотрудничаю в Институт Кеннона, попросили позвать ее участвовать в одной дискуссии онлайн. Ну, как-то про политику же все интересуются, надо разговаривать про политику, вот как мы с вами разговариваем. И я с ней был знакомый, я и стал ей звонить, и как бы предлагать ей в этом принять участие. Мы обсуждали какие-то подробности, в котором часу, там, зум, не зум, как-то, ну, вот это дискуссия про политику, как-то, а какая тема, а кто там еще в ней будет в этой дискуссии, а какая будет аудитория, а в котором это часу, и так далее, и так далее. И вдруг бац, бульк, и нету. То есть это прямо в процессе разговора? Нет, не в процессе разговора, это мы разговаривали накануне, за день до, а потом как-то я ей звоню, а уже не отвечает, а потом я читаю в новостях, что, а вот ее забрали. И я звоню этим моим американским друзьям, организаторам этой дискуссии, говорю, знаете, я боюсь, что нам надо искать другого участника нашей дискуссии, потому что, видимо, Маша не сможет. Мне кажется, что вот до пятницы ее еще не выпустят. Ну, вот ее не выпустили ни до пятницы, ни до следующей пятницы, ни через год, никогда. А теперь она разрезанная лежит в гомельской больнице, и мы не знаем, в каком месте она разрезана. А в Ютьюбе по-прежнему можно видеть, как она играет на флейте. Собственно, ее профессия же такая. Она музыкант. И вообще ее занесло более-менее случайно. Вот, так что это одно событие. Это тянущиеся события. Это вот в каком-то месте Земли образовался такой лишай. Знаете, бывает. Такой красный. Он выделяет какие-то отвратительные соки. Он чешется, пахнет, превращается в язву. И вот мы живем внутри этого лишая. И еще огромное количество людей. И видим, что вокруг нас происходит. И как он съедает, уничтожает людей. И мы видим разные стадии этого. Вот Маша Колесникова, Навальный, Яшин, Кетихраидзе. И люди, которые там еще ждут своего ареста. Которые готовят к этому, создавая всякое законодательство для этого. Создавая всякие... Ну вот, мы, наверное, поговорим во второй части этой программы про закон, вступивший в силу вчера, 1 декабря. Это тоже важное событие этой недели. Знаете, я вот до закона про иноагентов хотела вас спросить. Вот вы как лично относитесь к этому... К этому такому несколько безумному героизму? Ну вот всех этих людей, которые вы перечислили. Кстати, и Кетихраидзе, и Яшин, и Навальный, и Колесникова. У них есть общая черта. Вот или кого-то судьбой так вынесло, вот как Машу. А она поддержала как бы эту струю, да, эту волну. А кто-то принципиально оказался таким. И вот они такие героические романтики. Вот этот героический романтизм их ведет фактически... Они на пути к возможной смерти в этой ситуации. Но если вот не сменится власть, например, в России, если не изменится ситуация в стране, их судьба в этом смысле фактически предначертано. Как вы к этому относитесь? Я к этому отношусь как к объективному процессу жизни. Ну, собственно, человеческая жизнь так устроена. Люди принимают маленькие решения в конкретных ситуациях. И постепенно это выстраивается в какую-то логику. Вот я однажды случайно присутствовал при том, как Навальный принимал решение, которое, вероятно, было одним из важнейших решений его... Два раза я присутствовал. Два раза. Принимал решения, которые, вероятно, были важнейшими в его жизни, как это теперь понятно, и последовательно как бы продвинули его по этому пути. Один раз я случайно оказался просто в той комнате, где ему стало известно... Мы там сидели и обсуждали всякие политические обстоятельства, будучи участниками Координационного совета оппозиции. Где ему стало известно о том, что будут выборы мэра Москвы, и в них будет принимать участие Собянин. Соответственно, это была ранняя весна 2013 года. И все, кто были в комнате, повернулись к Навальному и сказали, чувак, давай. Это прямо на наших глазах произошло. У нас у всех зазвякали телефоны в карманах, потому что нам всем прислали СМС-ки. Разные люди со словами, ой, тут такая новость. Выборы будут, и Собянин принимает участие. И мы повернулись все к Навальному и сказали, ну, давай. И он, собственно, на наших глазах от, так сказать, смешной реакции «отвяжитесь», типа «отстаньте, что еще я вам, давай», до решения «ну, окей», прошел вот за несколько минут. Это была одна ситуация. А вторая ситуация была, наоборот, в конце лета, этого же 2013 года, когда, собственно, выборы прошли. И на следующий день после выборов, когда стало понятно, что разрыв, который отделял его от второго тура, очень-очень небольшой, и он набрал много, 27%. И понятно, что этот разрыв, который позволил Собянину выскочить как бы из ситуации второго тура, очень неочевидный для него. Разрыв совсем малюсенький и, скорее всего, фальсифицированный. Произошел митинг на Болотной площади. И люди, которые собрались туда, они, собственно, дали решение и, ну, если не команды, то, во всяком случае, какого-то лозунга. Что делать дальше? Согласиться с этими выборами и перейти как бы в ситуацию вот такой, что называется, системной оппозиции. Да, вот мы с этими выборами соглашаемся, мэром Москвы будет Собянин, а мы будем продолжать как бы в оппозиционном положении давить там на эту власть и так далее. Или сопротивляться этому результату непонятно в какой форме. Куда-то идти, чего-то проламывать, обо что-то там колотиться, где-то сидеть или что в этой ситуации делать? В общем, предпринимать какой-то резкий, какой-то активный, такой несистемный шаг и переходить совершенно в другое качество. Навальный должен был сказать это. Должен был сказать или одно, или другое. И когда подошло время его выступления, там разные другие люди сначала выступали на этом митинге, а потом наступило его, стало понятно, что вот он следующий. Он как-то отошел вот там за сценой вот группы людей, с которыми он вместе находился, как вот как бы заплел руки, практически как-то спрятал лицо в эти свои сплетенные руки. У меня есть фотография такая, я ее в Фейсбуке несколько раз выкладывал. И минуты две стоял в таком положении и, в общем, как-то ну, как-то принимал решение в последнюю минуту. Туда или сюда, так или так. Вышел и сказал, что да, эти выборы фальсифицированы, но мы как-то их примем, потому что у нас нет другого выхода, и мы не можем снести эту власть сейчас силой. нам придется медленно ее сдвигать, с ней бороться и как-то сопротивляться ее давлению. И его жизнь пошла вот туда, куда она привела его сегодня, вот за эту заклеенную бумагой, замазанную, замазанную, замазанную краской перегородку, где он сидит, пытаясь услышать, что говорят ему адвокаты, а тогда, когда адвокатов перед ним нет, он сидит в каменном чулане два на три метра с железной табуреткой и пристегнутой к стене койкой, по стене течет вода. Вот. И он сидит и, собственно, ждет, что наступит раньше, как бы умрет режим или умрет его организм. Вот в этот момент это решилось. Так что люди принимают решения каждый раз по конкретному поводу. Мне однажды там Каспаров рассказывал, как он играет сеансы одновременной игры на ста досках. Он сказал, это очень просто, сказал он, подходишь к доске, снимаешь позицию, так, как будто бы ты видишь ее первый раз в жизни. Ну, тогда, когда еще все сто досок, их же невозможно себе запомнить, когда их остается десять, уже там все повылетали, а осталось десять последних. А ты можешь помнить эти там десять или пятнадцать или двадцать партий, ну, сколько, ну, сто партий помнить нельзя. Поэтому ты подходишь к доске, смотришь на доску, бьешь позицию и делаешь лучший ход. Переходишь к следующей доске, смотришь на нее, оцениваешь позицию, делаешь лучший ход. И так сто раз. Ну, вот, собственно, так действуют люди. Так действовала Колесникова, так действовала Навальный и действует по-прежнему, Яшин, Кетти Хараидзе и мы, которых выстраивают в эту очередь. И мы, садящиеся в этот поезд, следующий поезд, который поедет по этим же рельсам, ну, кто-то из нас на большом отдалении от этих людей, кто-то совсем вплотную, по-разному. Но вот это бесконечная череда поездов, которые нас грузят всех, это вот для меня сегодняшний как-то образ того, что с нами происходит. Ну, вот, если говорить об этом новом законе об иноагентстве и продолжать ваш образ правопоезд, то вот нас с вами иноагентов, я совсем свежая иноагент, туда как бы посадили принудительно, а теперь по новому закону люди должны сами принимать решение, что они иноагенты и как бы идти сдаваться и принимать на себя вот эту вот всю стигму иноагента вместе с этими отчетами, балой, которые нужно писать и вот прочей вот этой фигней, которая окружает иноагентство. А теперь еще и куча разных ограничений. Нельзя там преподавать, нельзя общаться и нести мысль людям мало уже 18, потому что встреча с иноагентом это как порно и так далее. Ну, то есть невероятно удобная штука. Ну, знаете, эта логика, она на самом деле не новая, просто мы живые люди довольно долгое время не обращали на нее внимания, думая, что она к нам не относится, а она относилась ко всяким НКО, что называется, к общественным организациям, которые с самого начала еще с 12-го года существования вообще этой институции в российском законодательстве иностранного агентства, они были поставлены в такую ситуацию, они в принципе обязаны были сами себя диагностировать, сами себя обвинить и сами значит прийти и объявить себя иностранным агентом. Это касалось разных организаций и многие организации, первые ставшие иностранными агентами, такие как Голос, например, или Мемориал, они получили свои первые штрафы как организации, не как люди, именно за это, за то, что они сами вовремя не пришли. Мы тут с вами сидим, а в Москве происходит ярмарка нонфикшен. Очень важное, крупнейшее событие книжного мира России на протяжении уже многих лет. Она нам происходит. И вот один администратор, неуполномочен называть его имени, один администратор ходит по стендам, один важный руководитель этой ярмарки, и показывает пальцем на разные книжки и говорит, уберите это. Почему? У него спрашивают, почему? Он говорит, ну, а то будут неприятности у нас и у вас. И дальше наступает, кстати, интересный момент. Ему говорят, подождите, но он же не иноагент. Это интересный эффект, потому что, а значит, если не иноагент, то надо убрать, что ли? А если иноагент, то, конечно, все убрать, естественно. Но это нигде не сказано. Даже если он иноагент. Но сама вот эта логика. Подождите, он не иноагент, и он не гей. То есть, там же еще параллельная история с запретом на пропаганду ЛДБТ. Как-то. Начинают оправдываться. Начинают говорить, подождите, подождите, как, зачем убрать? Он не гей, не иноагент. А если гей и иноагент, то, значит, надо было бы убрать, да? Да нет, не надо было. А параллельно там выступает ректор Шаненки Зуев. Ну, там много кто выступает. Это же такая парадоксальная реальность. Для меня, если говорить там о книжном мире и как-то в сфере, к которой я, в общем, много лет имел отношение сам, будучи главным редактором и директором разных книжных издательств, а моя жена Варя, главный редактор издательства «Корпус», крупнейшего российского и лучшего, на мой взгляд, и на взгляд, многих издачества книжного в России, и она днем и ночью этим занимается. Так вот, для меня событие было, ну, вот, из этой истории с ярмаркой, с уберите эту книжку, это просто, ну, такая вот иллюстрация к тому, как, как это выходит из берегов и как выясняется, что можно абсолютно все. И можно как-то, ну, поскольку человек не защищает никакой закон, никакой арбитр, не существует вообще никакого механизма защиты прав. Поэтому можно все, что угодно. Реально паре, реально вот человек, отлученный от церкви, как бы, нельзя подать ему кусок хлеба, как бы, но зато каждый может к нему плюнуть и ничего за это не будет. Это, конечно, объединяет все примеры, которые вы перечислили, вот все эти события недели фактически, их всех объединяет именно этот фактор, стигматизация, на которую ты ничего не можешь сделать. Беззаконие, да, отъем у людей на разных стадиях одного и того же важнейшего права отстаивать справедливость, право требовать справедливости, защиты своих прав, право требовать честного арбитража в широком смысле этого слова. Так вот, я все силюсь рассказать вам еще одну историю, книжную. Прошло такое сообщение, тоже не вызвавшее большого ажиотажа, о том, что компания «Вкусный и точка», которая теперь замещает собою с разной степенью успешности, как говорят, Макдональдс, сообщил о том, что у нее тоже будут детские вот эти наборчики, которые всегда были в Макдональдсе. Помните, мы с вами как родители относительно небольших детей, во всяком случае, мы-то помним уже, приходишь в Макдональдс, а ребенок тебя просит не просто купить ему гамбургер, а купить ему такую коробочку, а там в коробочке гамбургер, еще чего-то, еще чего-то, какая-то игрушечка или, в общем, какой-то детский подарочек какой-то маленький. Дети это очень любят. Вот, значит, у «Вкусной точки» тоже будут такие детские подарочки, и там будут книжки такого нравоучительного педагогического содержания. И есть издательство, которое после долгой борьбы очень сложных всяких интриг, победило, так сказать, на конкурсе за право делать эти книжки. А это, конечно, могучая коммерческая вещь. Это гарантированный сбыт, это то, о чем мечтает любой книгоиздатель. Почему все хотят издавать книжные учебники? Потому что книжные учебники всегда продадутся, если он попадает в школьные учебники. То есть все мечтают издавать книжки, которые будут прилагаться к гамбургеру? Да, да, да. Вот теперь они будут издавать книжки, которые будут прилагаться к гамбургеру. Это будет делать издательство клевер во главе с замечательным, очень известным в книжном мире человеком по имени Александр Альперович. Чудесное издательство. Такое трогательное, какое-то клевер, в смысле разум, да, разумное, там, игра слов, это как бы цветок клевер и клевер, в смысле умно, разумно, чудесные книжки издавали. Вот они встунули голову в эту печь. Вот они стали частью этого. Что такого? Я себе представляю разговор с Альперовичем, который мой давний знакомый. Я представляю, что рано или поздно мы с ним встретимся и я у него спрашиваю, Алик, что происходит? Как ты там оказался? А он скажет, а что такого? Ну, я произдавал детские книжки, я и продолжаю сходить детские книжки, просто у меня появился дополнительный канал сбыта. Собственно, что происходит? Какие претензии ко мне? Ты завидуешь, что ли, что мне это удалось? но это часть оккупационной администрации в сущности. Это часть всей вот этой истории про то, что Россия атаковала Украину, за это мир на Россию наложил санкции, за это компании, дорожащие своей репутацией, выбросились из России с криками «никогда больше мы не будем иметь с ними дело», другие подобрали это выморочное имущество и по существу так сказать осуществили этот акт мародерства и им теперь значит пользуются эксплуатируя репутацию тех компаний, которые убежали, ведь никто же эти гамбургеры не пришел бы есть, если бы не думал, что это Макдональдс. Люди продолжают верить, что это Макдональдс и продолжают произносить это название, когда заходят в двери этой самой. А ты участвуешь во всей этой истории. А ты элемент этого механизма Алик Альпирович и твое прекрасное издательство Кливер, а ты подписался на это на все, а ты один из них теперь, и ты сам прибежал, и ты боролся за это, и ты страшно хотел, чтобы тебя туда пустить. А они вам скажут, мы остаемся в России, нам надо выживать. Вот да-да, да нет, я знаю, я могу запросто как бы сыграть этот спектакль и произнести его партию в этом диалоге легко. Я не буду тут рассказывать, что я знаю про этого конкретного человека, его жизненные планы, его разные жизненные обстоятельства, его, так сказать, центр интересов и так далее, и так далее. я не буду, потому что это там, ну, для меня является какими-то дополнительными красками в этом во всем, а главное все-таки не это, а главное, что зачем ты участвуешь в этом, зачем ты туда полез быть оккупантом Макдональдса вместе с ними со всеми. И, конечно, это можно сказать театральным режиссерам, которые развешивают на фасадах своих театров эти буквы и директору ярмарки, который приходит и говорит уберите эту книжку, ты чего инициативу проявляешь, скотина? Тебе что, приказали? Тебе велели? Нет. Тебе пришел список этих книжек? Нет, ты сам, ты сам ходишь по ярмарке, ты сам выбираешь эти книжки. Ты сам приказываешь их убрать, ты инициативник, ты мародер. И этот закон, который пришел, так сказать, вступил в действие 1 декабря, он, конечно, мобилизовал вот эту армию мародеров, которым все можно и нет никаких границ, и как-то они абсолютно чувствуют себя, в буквальном смысле гуляют по буфету, как-то по буфету вкусные точки, или по буфету ярмарки, или по огромному количеству еще других буфетов, где проявляются эти инициативники. Это самое ужасное, что происходит. Ужасный соблазн продемонстрировать власть еще, это же такая... Потому что, опять, поскольку никто не знает, что он обязан делать, каждый определяет в этой ситуации, что ему лучше делать. Один говорит, я не буду ставить ебалу. Другой говорит, а я буду ставить ебалу. Третий говорит, а я не буду вообще на это на все обращать внимание. Четвертый говорит, а я буду в этом участвовать. Каждый выбирает, каждый делает свой лучший ход, взглянув на позицию на этой доске. Каждый играет свой сеанс одновременно игры на 100 досок. Вот, мы с вами так сыграли, Навальный так сыграл, а Алик Альпирович сыграл по-своему, делал свой лучший ход и умеет объяснить. Очень изящная вкусная точка, потому что совершенно непонятно, кто в этой партии выиграл, а кто проиграл. Ну, как бы ситуативно кажется, что Алик Альпирович, а не Навальный, Ильяшин, или мы с вами. Но мы заработаем на перспективе, мы-то знаем, что на самом деле наоборот. Ну да, это зависит от того, как долго продлится эта партия и эти партии. И у кого хватит терпения доиграть эту партию до конца. Вот, так что это длинная история, она не кончается сегодня. Хотя кажется, что ход надо сделать сейчас, и это невозможно отложить. Ну, вот, каждый делает свой ход. Вот такая, вот, что означает эта неделя для меня, и что я из нее вынес. Не забывайте поставить лайки и подписаться на канал «Вся такая Мангайт». Каждую неделю вы можете увидеть у нас новые итоги с новым классным героем.